О Святых Двенадцати Апостолов Весьма знаменательно, что сегодня эта рыбачья сеть, которую мы улавляем словесных рыб, посещение Святого Духа, наполнилась добычей. Ведь именно мудрость Слова умудрила немудрых, и огненными языками отверзла уста медленноязычных. Ведь именно по ее велению они оставили свое прежнее ремесло для более возвышенного. «Иди за Мною, я сделаю вас лосами человеков» – Матфея 4,19. Вот что было им сказано. «Сказал Господь, идите за Мною». И все тотчас изменилось к Высшему. Двенадцать борцов было избрано, и из них никто не остался неувенчанным. Одна и та же благодать содействовала всем им и делала славной победой каждого из них. Только несчастный Иуда сорвался с этого якоря. Целованием указав волкам, агнцу, и за тридцать сребреньков предав Господа, кровь которого искупила мир. Вы же, облаженная и славная дружина апостольская, по благодати были всем все. Не тростью, но словом, Вы мудро уловили стада людей. Вы непоколебимые столпы правой веры, скала церкви, скипетры царства, неусыпные предстоятели, в особенности этой паствы, безмежные врачеватели недугающего человечества и сострадательные поручители нашего покаяния пред Богом. Вы, как одушевленные наковальни, подвергаясь ударам, вы вразумляете самих поражающих вас. Здесь Петр наставляет Рим, там Павел благовествует миру, а Андрей вразумляет мудрецов Эллады, Симон приводит варваров к Богу, Фома убеляет Этиопов крещением, Иудея чтит вседалище Иакова, Александрия на Ниле преподает к престолу Марка, Лука и Матфея пишут Евангелие, Иоанн, тайнозритель, как бы живой и после кончины своей, не оставляет своими попечениями Ефеса, Варфолоней научает леконийцев воздержанию, Филипп чудом спасает Иераполь, Все они перестают оказывать всем и повсюду благотворение, Самый прах их и в гробнице бессмертен, Теперь они слуги, А потом восядут, как судьи мира. Прикосновением одного хромой получил способность ходить, К другому встретился расслабленный И получил приказание носить постель, Иной возглашает мертвых, И они тотчас ему повинуются, Того одна тень прогоняет болезни, И имени этого трепещут бесы, И головные повязки его приносят исцеление. И неудивительно, Ведь они ученики того, Которого край одежды, Когда к нему украдкой прикоснулась кровоточивая женщина, Тотчас иссушил красное море кровей ее. Возвратимся, впрочем, к верховным апостолам, И припомним этот пророческий голос. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Салом 132.1 И так как Петр прежде всех нанялся в виноградник Господень, То ему первому пути будет посвящено наше слово. Петр, первородная овса из стада доброго пастыря, От озера взошел он на небо, Оставил моряков и удостоился беседовать с ангелами. Покинул лодку и получил в управление корабль церкви. Приял ключи Царства Небесного и власть вязать и решить. Скорый назов, он непоколебим в вере. Именно он, пламенный во всем, сподвижник Учителя, Провозгласил это исповедание. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Матфея 16.16 Готовый умереть вместе с Господом, Он неотступно следовал за божественным узником до двора Каяфа. Самое отречение его достойно извинения, Раскаяние же достойно удивления. Даже более, не столько заслуживает порицание его отречения, Сколько ублажение его покаяния. И падение его нам на пользу. Скорым покаянием и слезами он искупил свой грех. Зато после этого мимолетного колебания Сделался навеки непоколебимым основанием верных. Ведь если, возлюбленный слушатель, Ты вникнешь, насколько то время было благоприятно для робости, Ты и вовсе не найдешь, что Петр очень заслуживал обвинения. Солнце померкло. Небо содрогнулось, земля потряслась, Камни расселись от нестерпимого оскорбления, нанесенного Создателю. Вот при каких обстоятельствах поколебался Петр. Вот когда отрекся верховный апостол. И удивительно, тот же же нашел он обличителя себе В бессловесном вестнике дня. По слову Господа, Прежде нежели пропоет петух, Трижды отречешься от меня. Матфея 26.34 Но первый отрекшись он, Первый же побежал на гроб, Первый увидел воскресшего из мертвых жизнодавца, От Марии узнав то, Чего не дерзнул сообщить его ангел, сидевший на гробе. Вот рядом с Петром Павел, Премудрый вселенский оратор. Он был волком и сделался агнцем, Был тернием и сделался гроздием, Из врага сделался другом, Из плевела хлебом, Был евреем и остался евреем, Но у них был савлом, Дышащим угрозами и убийством. У нас же сделался Павлом, Званым апостолом Иисуса Христа, Худитель сделался богословом, Гонитель – благовестником, Мучитель – кормщим, Предатель – подвижником. Вместе с Петром он нашел себе гробницу в Риме, Но вместе с ним не презрел и Хихема, По образу Вениамина – брата Иосифа, И по образу Феоквы – отец детей и наставник. Слепой пред Дамаском, И на каждом городе око проповеди, Званый с неба и восхищенный на небо, Он завертал рай, Прежде отшествия отсюда, И уже во время борьбы получил Венец победы, Притом заслуженный им, Как он сам говорит, Что именно говорит, Который даст мне Господь в день онный. 2 Тимофея 4.8 Таков Павел, Из последних – первый, Из изергов – муж совершенный, И гонитель приятный, И гонимый – сладостный, Римлянин и фарисей, По вере бывший всем для всех. Христос, предсказавший Петру страдания, Сказал и Павлу, Что подобает ему пострадать за имя его. Господу угодно было, Чтобы оба верховные апостолы, Одну веру проповедавшие, Одно течение совершившие, Через свои страдания, Один пригвожденный ко кресту, Другой обезглавленный, Были истинными свидетелями того, Кто пострадал, Был погребен и воскрес, Как и предрек, И возвратился в лона отча, И с коего никогда не отлучался. И вот что говорит им сам Господь Через пророка. Обойдитесь и он этот, И рассмотрите. Салом 17, 13. То есть сохраните, укрепите, Оградите своими молитвами. И тогда, если я в гневе захочу Потрясти вселенную, То в виде ваш нетленной гроб и язвы, Которые вы за меня добровольно приняли, Я побежду гнев благоутробием, И заранее приму ваше ходатайство за него. Ведь когда я вижу священство И царство плачущими, Я тотчас преклоняюсь к жалости и состраданию, Тотчас вспоминая эти слова, Защищу город сей Давида ради раба моего, И аорона святого моего. Как бы соединившись в вере и прикрывши свое достоинство добровольным смирением, Самым одеянием своим, свидетельствуя о смирении души, Они привели пред меня многие тысячи учеников, Ублажающих меня и просящих от меня умилостивление миру. А ведь я сам сказал, просите и дастся вам, Ищите и найдете. Матфея 7.7 Ему слава и держава ныне и присно, И во веки и веков. Аминь.